Продолжим грамматический разбор сура «Аль-Фатиха». На прошлом уроке мы остановились на разборе слова «МАЛИК» в «МАЛИКе ЯУМИДДИН». Мы сказали, что слово «МАЛИК» — это «БАДАЛЬ АУНААТ» — определение или приложение замена «ЛИЛЛАХ» для имени Аллаха. У МАЛИКу — МУДАФ. Слово «МАЛИК» является МУДАФом, первым членом изофетного сочетания, изофетной связки. У ЙОМИ — это МУДАФ, второй член изофетной связки. МАДЖРУРМ БЕЛМУДАФИ поставлен МУДАФом в состоянии Джар. У АЛАМАТУ Джарлихи признак подъезжать Джар в этом имени АЛЬ КАСРА ТАЗЗАХИРАТУ АЛЯ АХРИХИ явная КАСРА на его конце. У ЙОМИ — это МУДАФ, слава ЙОМ, в свою очередь, тоже МУДАФ, являясь первым членом изофетного сочетания. У АДДИНИ — это МУДАФ, второй член изофетного сочетания. У МАДЖРУРМ БЕЛМУДАФИ поставлен МУДАФом в состоянии Джар. У АЛАМАТУ Джарлихи признак подъезжать Джар в этом имени АЛЬ КАСРА ТАЗЗАХИРАТУ АЛЯ АХРИХИ. ЯВНАЯ КАСРА на его конце. Следующий аэт — это ИЯКА НАУБУДУВА ИЯКА НАСТАИН. Тебя одному мы поклоняемся и тебя одного просим о помощи. ИЯКА. Согласно одному мнению, ИЯКА целиком все вместе взятое, это у нас ДОМИР МУНФАСРА, раздельное местомение. В этом случае мы скажем МАБНИАЛАЛФАТХА с неизменяемым окончанием с Фатха на конце. А согласно более правильному мнению, АДДОМИР ХУВА ИЯ ВАХДУА. Местомением является только ИЯ. Мы проведем разбор согласно второму мнению, хотя для начинающего более подходящим является первое мнение, из-за его простоты. Итак, ИЯКА, ИЯ это ЛОМИРУН МУНФАСРА, раздельное местомение. ЛОМИРУН НАСПИН, местомение ПАДЖА НАСП, винительному ПАДЖА, то есть ХАССУН БИН НАСПИ, то есть будет только на месте ПАДЖА НАСП, не бывает на месте ПАДЖА РАФА или ДжАР. Значит, ИЯ это ЛОМИРУН МУНФАСРА, ИЯ это раздельное местомение. МАБНЮ АЛАССУКУНИ, с неизменяемым окончанием, сукуном на конце. ФИ МАХАЛЛИ НАСПИН, на месте ПАДЖА НАСП, винительному ПАДЖА, МАФУЛИМ БИХИ МУКАДАМ, прямое дополнение, поставленное перед своим АМЛИМ, фактором, то есть воздействующим на него фактором. Как известно, прямое дополнение, это в основе второстепенный член предложения, который стоит после своего АМЛИ, своего фактора. МИНАЛ МАЛУМИ АННАЛ МАФУЛИБИХИ ФАДЛАТУН ФИЛ КЛАМИЯТИ БААДА АМИЛЬХИ АДАТАН, то есть в основе бывает НААБУДАКА, поставивая этот местомение, являющийся прямым дополнением после своего фактора, а не перед ним. Таков порядок построения предложения. АКАДА ТАРТИБЛЬ ЖУМЛАТИЛ АДИЯТИ, то есть когда представляется возможным привести слитное местомение, вместо него нельзя использовать раздельное местомение. УЛАЙ АДЖУЗУ СТИ АМАЛУ ДАМИРУЛ МУНФАСЛИ МААИМ КАНИ ДАМИРУЛ МУТТАСЛИ То есть в обычном предложении мы, например, говорим, ААНИ ИКАН, например, «Я имею в виду тебя», АНИ ИЯ КАН, «ИМЕННО ТЕБЯ я имею в виду». Если в предложении произошло изменение путем постановки этого местомения перед своим АМЛИМ, своим фактором, в этом, несомненно, есть какая-то своя причина, которая привела к этому. А в данном случае это у нас ТАХСИСУН, УДИЛЕНИЕ, ОБОСАБЛЕНИЕ. То есть если бы мы сказали, например, НААБУДУКА, «МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ ТЕБЕ», в этом случае этот оборот речи, это не обозначало бы «МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ ТОЛЬКЕ ТЕБЕ», а означало бы просто «МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ ТЕБЕ», и, возможно, заблудшие люди могли бы добавить от себя или сказать, утверждать НААБУДУКА, «МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ ТЕБЕ» и другим наряду с тобой. Но когда мы сказали «Я к НААБУДУ», поставив местомение в начале, перед глаголом, перед АМЛИМ, смысл уже будет «МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ ТОЛЬКЕ ТЕБЕ», а не «КОМУ ЛИБО ЕЩЕ». То есть мы не поклоняемся никому, кроме ТЕБЕ. То есть смысл уже не был бы, что «МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ ТЕБЕ», «МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ ТЕБЕ» и, возможно, кому-то ЕЩЕ». Продолжение следует...